Чао, роганцы! Существует такое поверье, что достаточно переехать в новую страну для того, чтобы свободно заговорить на иностранном языке. Ну как? Я же живу в Италии, у меня муж итальянец, у меня друзья итальянцы, я прекрасно говорю по-итальянски. Ну, бывает так, а бывает не совсем так. Для бытового общения нам достаточно несколько фраз в день. Как дела? Сколько стоит? Вот и поговорили, и оставаясь на этом уровне, вы не узнаете ничего нового, ваш уровень языка не растет. Не рассчитывайте, кстати, на то, что итальянский муж будет исправлять ваши ошибки. Жены он вас брал не для этого, и вообще он не педагог, и не обязан знать, почему так, а не по-другому. Поэтому забудьте, не исправляют итальянские мужья наши ошибки. Итальянские друзья, ну давайте по-честному. Когда последний раз вы с ними говорили на итальянском языке о политике, экономике, окружающей среде и глобальном потеплении? Возможно, еще не говорили ни разу. Почему? Потому что бытовой язык на каждый день, он простой. И в хороших отношениях, в теплой компании вам простят все ошибки. Когда вам не простят ошибок? Когда вы пойдете сдавать экзамен? Поэтому, если у вас серьезные планы на Италию, вы планируете получать гражданство этой страны, вы хорошо знаете, что вам предстоит сдавать экзамен уровня БИУНА. На этой неделе стартует мой курс по подготовке к этому экзамену. Имейте в виду, что если вы серьезно не занимались итальянским языком, если до сих пор ваше общение ограничивалось бытовым уровнем, мужем, домом, друзьями, аперитивами и классными вечерами, то вы не сможете сдать этот экзамен, к сожалению. Это достаточно высокий уровень владения итальянским языком, и на экзамене моментально становится понятно, где что мы не научили, где мы что не дочитали, и каких знаний нам не хватает. На этой неделе стартует мой курс по подготовке. Приходите готовиться, гражданство, документы – это серьезные планы, и надо быть к ним готовыми. Буду рада всех видеть. Всем успехов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok